Здоров, Криптонэ! С вами Павел. И передо мной деревянный гроб или сундук Шрёдингера, или я не знаю, как его еще назвать. А внутри, а внутри у нас находится 12-карточная ферма. И сразу возникает такой вопрос в голове, что же такое это? Вот вы придумали это в очередной раз. Мы вас слышим, мы читаем комментарии и вынимаем все, что вы нам пишете. Вам не нравилось то, что мы оборачиваем пленкой пищевой нашей фермы для перевозки. Но никто не задумывается, что это всего лишь для того, чтобы донести ее по улице до транспортной компании, которая потом делает деревянную обрешетку. Но транспортные компании, кто там работает? Люди абсолютно не заинтересованы, им нахрен ничего не надо. Поэтому, как правило, деревянная обрешетка делается не очень качественно. Иногда, иногда, но крайне редко бывает такое, что деревянная обрешетка, они даже могут немного помять каркас во время сборки. Но это случалось крайне редко. В связи с тем, что основная часть наших клиентов люди из регионов, из России, СНГ и не только, мы решили взять на себя момент сохранности ваших ригов во время перевозки. Поэтому мы разработали нашу деревянную обрешетку, в которой ферма стоит намертво, просто намертво. Первое, что получается? Она полностью закрыта, нигде ничего не видно, что в этой коробке лежит. Это раз. Два. Она будет полностью закрыта со всех сторон, без каких-либо щелей, поэтому какая-либо влага ей также будет не страшна. Три. Во время, как бы ее там не шатали, во время перевозки, на какую-нибудь кочку она не упала, она здесь намертво. Ее просто отсюда не вытащишь, потому что она обшивается вокруг самого рига. Это лишь первый концепт из того, что мы делаем. Не судите строго. Пишите ваши комментарии, как бы вы хотели видеть или в голове у себя представляете такую вот историю. Возможно, мы возьмем ваши заметки на вооружение и будем дорабатывать всю эту историю, для того, чтобы это было еще надежнее и еще симпатичнее. В общем, из чего состоит наша обрешетка? Это четыре плотных ДСП-листа. Очень плотных, вот такой вот толщины. Это четыре бруска, просто толстенных бруска, которые держат нашу облицовку. Это также короб из четырех таких же здоровенных толстенных бруска, который удерживает внутри себя риг, который сделан по размеру непосредственно фермы, чтобы она в нем утопла и не шаталась не на миллиметр. А с нижней части он у нас прошит досками. Вот такой вот ширины, вот такой вот толщины. Это сделано для того, чтобы когда вы поднимаете всю эту историю, у вас не вырвало днище и ваша ферма не ударилась об пол. Поэтому теперь все, кому хоть раз приходила ферма в не совсем прям таком же идеальном состоянии, в каком мы ее отправляем, ввиду, опять же, безалаберности транспортных компаний, вы можете не переживать. Все будет доходить красиво и хорошо в такой вот обрешетке. Но есть один маленький нюанс. Так как это делаем мы, делаем мы это качественно, эта обрешетка стоит дополнительных денег. Небольших, но все же стоит, потому что ее производство достаточно геморройное. Узнать обо всех ценах наших ригов, вот этой обрешетки, обо всех наших каркасах, вы можете в нашем телеграм-канале по ссылке в описании под этим роликом. И еще хочу напомнить очень важный момент, вопрос, который мне задают по 10-20 раз в день, касаемо как мы работаем, собственно говоря, с клиентами из регионов. Как у нас можно приобрести ферму, как можно ее заказать, чтобы ее отправили вам. Вы пишете мне или Артуру в телеграме, предварительно ознакомившись с нашим прайс-листом в нашем канале, о том, что вы хотели бы приобрести ту или иную ферму, те или иные карты, ту или иную тушку, ну вообще все что угодно, любые ваши вопросы. Там же мы вас консультируем напрямую, что сколько будет стоить, что есть в наличии, что мы вам можем предложить или посоветовать, если вы сомневаетесь и не знаете, что же лучше и с чего же лучше вам собраться. После чего мы с вами обсуждаем ценообразование и если оно вас устраивает, то вы вносите минимальную предоплату. Для того, чтобы мы зафиксировали ваш заказ, выбрали под вас карты, зафиксировали цену и начали сборку. По окончанию сборки вы можете либо приехать к нам лично, посмотреть ваш рик и забрать его у нас на месте из нашего магазина. Либо если у вас нет возможности приехать, возможно у вас есть друзья или знакомые, которые живут в Москве, которые могли бы вместо вас приехать к нам, посмотреть на ваш рик, посмотреть как он работает, то есть убедиться, что все действительно ровно, честно и хорошо и через них вы можете произвести доплату вашего рига, после чего мы его отправим транспортной компанией. Если и такой возможности у вас нет, вы всегда можете произвести оплату на наш расчетный счет по безналу. И вам спокойнее, и нам приятнее, и все останутся довольными. И мы точно так же после упаковки вашего рига отвезем его в транспортную компанию, которая уже доставит его лично вам. Но, чтобы вы не думали, что мы просто собрали ферму, вот так ее засунули в этот деревянный ящик и отправили вам, хочу дополнительно напомнить. Мы уже рассказывали об этом в ролике на 4500 гигахэш, о том, что все, каждая комплектующая перед отправкой крепится. Блоки питания у нас и так намертво на этом двухстороннем скотче, мы уже показывали, как за него поднимали даже ферму. Они держатся намертво. Материнская плата у нас и так прикручена на шуруповертах и на специальных ножках тоже никуда не денется. Но вот вопрос с картами, которые могут ходить влево-вправо. Поэтому у нас карты крепятся по верхней балке шурупами. И сами розера крепятся также шурупами в несущую балку, на которой стоят карты. Таким образом они становятся неподвижными и никуда не сдвинуться не на дюйм. Ну и финалочкой мы закрываем всю эту конструкцию ДСПшным дополнительным листом, который стык в стык забивается гвоздями. Ни вода, ни влага, никто отсюда ничего у вас не вытащит. Для этого придется разбирать деревянную обрешетку. В общем, это максимально надежная конструкция. Если этот ролик вам понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на наш YouTube канал. Будет впереди еще очень много всего интересного. Скоро будут новые выпуски с Blockchain Life. С вами был Павел, до новых встреч.